Привет, зритель! Полезные советы и лайфхаки на одном канале. Ну что же, поехали! На самом деле глаза человека – орган весьма несовершенный. Если сравнивать зрительную систему с фотоаппаратом, то стоит сразу сказать, что они не похожи от слова совсем. Дело в том, что мозг человека активно вмешивается в процесс сбора зрительной информации и корректирует ее восприятие, в первую очередь цвета, формы и даже восприятие времени. Глаза – орган, который дает возможность человеку жить полноценной жизнью, любоваться красотами окружающей природы и комфортно существовать в обществе. Вот несколько таких интересных парадоксов. Вверх ногами. Наукой давно доказано, что глаз преломляет световые лучи, так что в его сетчатке изображение получается уменьшенным и перевернутым. То, что земля у нас внизу, а небо вверху – заслуга именно мозга. Еще в 19 веке врачи доказали, что если человеку постоянно показывать перевернутое изображение, то мозг за несколько дней приспособится к этому. Слепое пятно. Слепое пятно – область на сетчатке глаза, которая не чувствует свет. Несмотря на этот факт, картинка для нас всегда цельная. Это также заслуга мозга, который достраивает изображение на основании уже поступившей информации. Для того, чтобы увидеть слепое пятно, нужно закрыть правый глаза, левым посмотреть на правый крест, обведенный на картинке кружком. Монитор и лицо при этом следует держать вертикально. Теперь, не сводя взгляда с креста, нужно начать подвигать и отодвигать от монитора лицо. Параллельно с этим нужно следить за левым крестом. Спустя некоторое время он исчезнет. Отказываюсь смотреть. Сакады – это прыжки зрения, которые глаз совершает во время рассматривания картин, езды на автомобиле, рассматривания зеркала и совершения других подобных действий. Каждый глаз совершает 2-3 прыжка в секунду. В момент переведения взгляда из одной точки в другую глаза не видят ничего, зрение просто отключается мозгом. Вперед в будущее! Хроностазис – другое интересное явление, связанное с уже упомянутыми сакадами. Суть явления заключается в том, что наше восприятие растягивает моменты, когда человеку приходится смотреть на что-то новое. Проще всего проверить это явление можно так. Долго смотрим на что-то, а потом переводим взгляд на часы со стрелками. Первое движение секундной стрелки покажется дольше остальных. Это и есть хроностазис. Долой ненужное. Эффект Трокслера – это интереснейшая особенность периферического зрения. Из-за присутствия в сетчатке глаза капилляров наш мозг прячет от восприятия неподвижные объекты. Делается это для того, чтобы они не накладывались на те самые капилляры. Чувствительные клетки в наших глазах, знаменитые колбочки и палочки реагируют на попадающий на них свет. Однако, если визуальный раздражитель, в нашем случае пятно света, находится в зоне периферийного зрения и долгое время не меняет своего положения относительно сетчатки, рецепторы адаптируются и перестают реагировать на стимул. Человек не видит настоящих цветов. Пожалуй, самая известная особенность нашего восприятия. Все дело в том, что мозг достраивает картинку, исходя из полного спектра цветов и окружающей обстановки. Именно поэтому квадрат А всегда будет темнее квадрата Б, несмотря на то, что они выкрашены в один цвет. То же самое касается иллюзий с шахматной доской. Обозначенные на ней квадраты на самом деле одного цвета. Периферическое зрение слабее, чем кажется. Колбы и палочки в сетчатке глаза расположены неравномерно. Клетки, которые ощущают цвета, по большей части собраны строго в центре. Именно по этой причине у периферического зрения такое плохое разрешение. Под периферийным подразумевается особая категория зрения, за которое отвечает определенный участок сетчатки. Оно позволяет человеку нормально видеть предметы, людей в темноте и распознавать объекты, расположенные по бокам от области прямого взгляда. Если боковой обзор в норме, то и видит человек хорошо, но возможны различные нарушения данной функции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Астроумно, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.